А еще на распродаже Озон я купила мужу спортфон. А я электробритву. А я мужу дрель купила. У тебя же нет мужа. С такой дрелью будет. Большая распродажа электроники на Озон. Турбо-скидки на электронику до 80% до 24 сентября. А про что мы сегодня смотрим, братец Юли? Про семейного бизнесмена Никита. Братец Шмель Никита. Кринж, кринж, кринж. Явление, которое появилось в ТикТоке как какой-то мем, превратилось просто в дурку. Короче, мы сегодня смотрим про Сигму. Правильно? Привет всем и добро пожаловать на Майндхак. Психотипов, маркированных буквами грин. Это нормально. Чел на полном сериале сейчас будет объяснять, кто такой Сигма. Сигма. То есть это контент на уровне продажи курсов, доступов в Телеграмы, где тебя учатся стать мужиком, где тебе говорят, вот пей вот эти бады, и у тебя тест будет, блядь, 50, а не 10. Так, ну мы с Юликом сегодня становимся, получается, Сигмами. После этого ролика вы нас не узнаете. Много букв. Но самые основные, о которых вы уже наверняка слышали, это альфы, беты и омеги. Буква не просто определяет стереотип поведения личности, но и отражает весь ее масштаб, цели и отношения к жизни в целом. Альфа-самцы стоят на вершине нашей... Подожди, бетка, мне звонит. Алло, я занят, я прямо сейчас ролик пишу. Нет, не надо. Нет, ничего кушать не буду. Сигма не кушает. Да, социальной иерархии. Задачи альфы... Это брейн-рот, знаешь, вот эта хуйня, говорят, брейн-рот, это тик-ток брейн-рот, мимо вот этих... Гнилые мозги. Да-да-да-да-да, вот это тоже брейн-рот. Вся вот эта херня, которая типа, альфа, омеги, ты должен, блядь, нельзя так себя вести, нужно себя так вести, нужно так жить, нельзя вот так жить. Это тоже разъедает мозги. Вот все вот эти идеи, они слишком радикальные. Их можно в один ряд поставить с тем, что делает тебя тупой. Так мы с тобой вот как раз обсуждали до записи, касаемо того, что почему сейчас вот этот тренд на вот эти сигма, тик-токи, на какое-то альфачество стало популярным, потому что изнежилось общество за последние годы. Чмошников много. Очень много. Раньше всех были сигмами. Вот раньше все тик-токи, которые показывали, вот сейчас показывают точнее, где там сигма, там что-то сделали, так раньше просто люди жили сами по себе. И сейчас этого не хватает, и поэтому есть у общества запрос на альфачество, сигму, сигму. Масштабу города, страны или мира в целом, они идеологи и созидатели в основе жизненной позиции Альф стремление изменить мир к лучшему и четкое понимание того, как это сделать. Задача Беты – помогать. Удивительно, как он упростил вообще все, и людей, вообще все упростил. А Тесла Альфа? Какой он? Никола Тесла? Альфа. Раздержался всю жизнь. Не спал с женщинами. Разы? Факт. Да? Сам говорил. Гига, гига, гига. Как-то... Альберт Эйнштейн Альфа или Беты ебаный, бля, иди сюда, бля, Альберт, нахуй. Что там, расскажи. Он ебался, бля, только так. Не знаю. Бля, хорошо. Ричард, нет, не Токинс, как его там. Привет, юлик. Ну, ты понял. Стивен Хокинг, Альфа, не Альфа. Ебать он телок переебал Стивен Хокинг. И изменял своим женам. Че? Ну, щит. Он такой. Жесть какая. Ну, вот, судя по этому разделению, он вообще какой-то там, нахуй. Ну, да. Альберт. Это как-то очень упрощенный взгляд. Нет, все-таки Альфа, это, наверное, обезьяна, если уж мы говорим биологическими терминами. Это же все-таки биологический термин, наверняка. Даже не биологический, а что изучает поведение приматов? Не антропология, что-то другое. Не суть. Если мы говорим такими терминами, то это вот чувак, который пьет водку, ты проходишь мимо, ты ему чем-то не нравишься, он тебе в ёбыч бьет, а потом идет спать с Наташкой Алкашкой. Грубо говоря, высоко примативный самец, который сразу действует, а не думает. Вот этот, скорее всего, Альфа. Все, что из идеи превратилось в реальность, организовал Бетта. Продуцировать идеи Бетта не может. А может, вспомнишь, что у тебя есть яйца и примешь решение сам. Но то, как он может их продвигать, делает его незаменимым. Альфа придумал, Бетта воплотил. Что же до Омег, это нынная ступень иерархии. Омегой нельзя родиться, можно лишь спуститься на этот левел в силу различных обстоятельств. Омега, стопроцентный ничего не делатель, никаких задач, целей и стремлений в жизни. А чем занимаешься в свободное время? Ну, как обычно, боулинг, на машине катаюсь, иногда кислотой закидываюсь, как в молодости. Перечисленные мужские архетипы оказались не единственными. Психологи обратили внимание, что можно выделить не более 1% людей, которые не попадают ни под одну из устроявшихся категорий. Сигма. Самый редкий из мужских архетипов. Это реально брейн-рот. Это вот желание чмошника поделить всех людей на какие-то категории, чтобы иметь потенциальную возможность перейти из одной категории в другую. Ну, это, грубо говоря, упрощенно, чтобы объяснить себе какое-то вот это сложное взаимодействие между людьми в обществе. Потому что, ну, как бы это сложное взаимодействие, знаешь, иногда вот даже ложь во благо. Ложь плохая. Это плохо чаще всего, конечно, плохо. Но ложь во благо же тоже имеет место в нашем обществе. А вот подобного рода разделения, которые вот присутствуют вот в данном видео, это как бы реально упрощение какой-то вот каких-то сложных вещей. Очень, очень, да, большое упрощение. И как вы понимаете, ты в один момент можешь идти по пути альфачества какого-то, по пути сигмы, но в один момент ты такой пизды получишь. Ну, или что-то другое случится, потому что мир-то сложнее. Сегодня мы узнаем 10 признаков поведения сигма-самца. Обнаружив у себя некоторые из них, может привести к выводу, что вы и есть сигма-мужчина. Тестное сигма. Так, сигма. В отличие от альфы или беты, сигма-самцы не заботятся о социальном положении или иерархии. Они игнорируют тенденции и ожидания социальных норм. Любой скуф подходит под это. Ладно, любой чел от 30 почти что подходит под это. Вообще, в целом, мне кажется, вы не сможете привести пример не из кино. Не из кино. В сигме только киноперсонаж может быть. Ну да. Ну что он понимает под игнорированием норм? Для сигма-мужчины нет стандарта, как правильно одеваться, говорить или действовать. Он описывает взрослого скуфа. Да любого взрослого мужика. Ему похуй на то, как он одет, как он не... Что подумает, что не подумает. Альфа-самцы всегда находят свой собственный путь, собственное определение того, что хорошо, а что плохо. Да, но всех персонажей, которые сейчас показывают, они очень сильно одеты. И они как раз и вписываются в нормы того, как должны выглядеть очень стильно одетые люди в обществе. Максимально соответствуют, максимально конформисты. Возьмем для примера стиль в одежде. Альфа-самцы являются законодателями моды. Они уверенно демонстрируют, что привлекательно, а что нет. Бета-самцы копируют стили, созданные альфами. Даже если они носят дорогую одежду, а также известные бренды, которыми хотят завоевать уважение или укрепить свою репутацию. Однако их неуверенность все равно будет проявляться. Но сигма-мужчины не идут на условия моды. Вы никогда не увидите, как они носят что-то популярное или сверхмодное. Сигма-мужчинам все равно, что нравится или не нравится обществу. Поэтому, если вы... Блядь, да это просто бомж с вокзала, блядь. На трех вокзалах в Москве все сигмы ходят, вот синючины, и пять рублей просят. В таком случае получается. Ему не то, что плевать, как он выглядит, ему плевать, что ты подумаешь. Да, да, он супер сигма. Он супер сигма, ему вообще похуй. Акт своего собственного барабана. Если вы отвергаете... Вот все, что показывают ролики, это вообще не сигма. Это люди, которые одеваются по этим самым журналам, как правильно стильно одеваться. Тенденции и ожидания. То вы можете быть редчайшим мужским архетипом. Сигма-самец. Номер два. Сигма-мужчины минималистичны. Они не отдают приоритет той же роскоши, что и другие мужчины. Потому, что для них не так важны материальные вещи. Они не полагаются на роскошь, чтобы улучшать свою личность. Основную долю от продажи дорогих авто занимают бета-мужчины. Они уверены, что модная машина сделает их более желанными и привлекательными. Это не совсем так. Сигма-мужчина ездит на чем ему захочется. Он также уверенно вводит старый фургон, как и Феррари. Сигма знает, что материальные блага не заменят самооценку. Поэтому вместо погони за роскошью, сигма-мужчина сосредотачиваются на своих достижениях. Если вы сигма-мужчина, вы посвящаете свою жизнь погоне за своими идеями. Вы ищите знания. Ну, получается, Тесла Сигма. 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 Сигма, ему плевать было. И Альберт Эйнштейн Сигма. Сигма. Мастерство и мудрость день за днем. Ведь жизнь определяет... Перельман Сигма? Конечно. Самый настоящий. Перельман это вот Сигма. Почему он тогда показывает каких-то киношных персонажей, а не Перельмана? Который вот этот... С пакетом, знаешь, его фотка есть? Он там стоит, а вот такую фотку надо. Ну, потому что вот это... Ну, никто не хочет стремиться к такому Сигму. Никто не хочет быть математиком. Ребят, пять месяцев делаю игру. Вот ее страница в Steam. Переходим по ссылке в описании. Добавляем в желаемое. Что там можно делать? Там можно варить алкоголь. Там можно крутить сигареты. Там можно развивать свой магазин. Можно выполнять квесты, которые дают тебе животные. Ты живешь в маленьком трейлерном парке, где живут разные животные. И ты в том числе. И вот там ты развиваешь свою бизнес-империю. Я выпустил свою первую игру в мае. Сразу сел делать вторую. И вот сейчас у нее есть страничка в Steam, повторюсь. Поэтому, пожалуйста, переходим по ссылке в описании. Добавляем ее в желаемое. Либо вводим трейлер Парк Тайкун в поиске. Нажимаем. Скролим. И вот добавляем в желаемое. Это если вы с телефона. Все, теперь смотрим. Если вы работаете по найму, сопротивлялись ли вы старшему руководству? Сигма-самцы, как, впрочем, и альфа-самцы, практикуют некую борьбу с властью. Если происходит так, что они становятся наемными сотрудниками, от которых требуется быть исполнительными, в отличие от бет, которые делают то, что от них хотят, сигма-самцы будут регулярно нарушать правила. Сигмы не хотят, чтобы кто-то замедлял их потенциал, ограничивая их рамки. Они хотят решать проблемы. Вот они показывают офис на резку, но из всего описания, которое тут есть, это не Джим, не Майкл, не Райан, это Двайт, блядь. Вот Двайт это настоящий. Двайт реально, Сигма. Это реально Сигма в офисе. Это самый. Его здесь не показывают, потому что он смешной, он смешон. Вот если вы встретите Двайта, вы угорать будете всем офисом над ним. Вот это настоящая судьба Сигмы. Джим, пупуня ебаный. Нет, Джим Альфач. Вот этот, который мялся сезон целый, чтобы подкатить к женщине, которая сидит через стол, просто потому что она невеста чья-то. Да, он невеста чья. И чё? И чё? Ничего. Ты всё. Двайт увидел Анжелу и всё. Ну да, да, да. Сразу. По-своему, ещё им просто необходимо свободное пространство. Вот почему Сигма-самцы лучше всего работают в одиночку. Ну, Двайт вообще лучший персонаж, мне кажется, в этом сериале. Эй, приятель, не мешай. Работаю. Они самоотверженные, самостоятельные люди. Однако, их полное процветание наступит лишь тогда, когда Сигмы получают полный контроль над собственной деятельностью. Многие Сигма-мужчины являются владельцами бизнеса, склонны к риску и мыслятворчески. Уверенно справляются с высокими ставками и трудными задачами. Но если кто-то пытается их контролировать, Сигма-самец значительно замедлит свою деятельность и будет идти наперекор контролёру. Сигма-мужчины держат свои эмоции при себе. Многие называют их эгоистичными и скрытными. Но вот как всё обстоит на самом деле. Сигма-самцы защищают свои страсти и интересы не потому, что есть, что скрывать, а потому, что они не чувствуют необходимости этим делиться. Тебе не кажется это паранойя? И вот Сигма-это Раршарх, это Бэтмен, это Патрик Бэтмен, кто там ещё был из таких персонажей. Это вот два брата, которые там вот в этом с молотками дрались. Вот они очень крутые, это всё Сигма. Нет, перенимай на не Сигма. Перенимай на чё-чё. И двой, не Сигма. Нет, что ты говоришь такое? Нет, это не Сигма. Это не Сигма. Вот мне интересно, есть в комментариях люди, которые такие, я Сигма? Всё иронизируют. Смотрю, тут многие на себя Сигму примеряют, поэтому вот тебе чёткий алгоритм, по крайней мере, почему ты не Сигма. Любишь дорогие цацки, одет в бренды, дорогие часы. Короче, чел то же самое. Нет, слишком большие сообщения. Тоже переживает, что он не Сигма. Ну да, вот тут реально большинство из заблуждений, что Сигма это какой-то вот семейный бизнесмен. Это бизнесмен он. Но по факту, это реально то, что вот мы и сказали. Это антисоциальные люди совершенно. Сигма-самец не афиширует свои достижения и не упоминает их превозможности для поднятия собственного эго. Многие люди рассказывают о своём прогрессе, чтобы заслужить одобрение других. Но Сигма-мужчины банально не нуждаются в одобрении со стороны. Необходимо достаточно много времени, чтобы узнать Сигм поближе. Друзьям может показаться, что они всегда раскрывают новые слои этого. А у Сигм нет друзей, у настоящих. Потому что с такими людьми никто дружить никогда не будет. И они дружить ни с кем не будут. Поэтому и тот даже факт того, что вот тут в пример приводит, если Сигма работает, он вряд ли будет работать как бы. ...сложного архетипа. Однако Сигма-мужчины самые полезные люди, с которыми можно общаться и дружить. Да вообще нахуй, давайте просто всех людей, кроме Сигма, отменим. Будут только Сигмы. Ходить поодиночке, что-то делать. Только скажи, кто это. Рарк. Мне так этот фильм не нравился. Он такой мерзкий. Он весь грязный. Весь фильм грязный какой-то. Под этой спокойной внешностью скрывается более сильная личность, чем в любом другом мужском архетипе. Как в карьере, так и в жизни. Сигма-самцы – волки-одиночки. Но при определенных обстоятельствах они тоже могут быть вдохновляющими лидерами. Так и есть. Их самоотверженность вдохновляет других идти за ними. И пусть никто не забывает. Бать примеры! Крутые! Почему не отдал? Ну, кстати, почему не отдал реального примера? Какому взял бы публичного человека и на фоне него разобрал Сигму он или нет? Этот был в начале Илон Маск, который болеет Аспергером. Ну, не болеет, у него расстройство аутистического спектра или как это назвать. Вот он Сигма. Чел, который назвал сына как штрих-код. Хью-одиночки. Ему потому что плохо, что ты подумаешь об этом. Да, ты прав, ты прав. Но с другой стороны, был бы он Сигмы, ходил бы он жаловался, что гормонотерапия сделала из его сына женщину. Он бы вообще по этому поводу не парился. А он бы тратил. Вы такие, лол. Он же тёлка. Я Сигма. Сигма Илон Маск. Герман Стерлигов. Сигма ещё какой. Сигма, самый настоящий. Вот, надо было Германа Львовича показывать весь ролик. Владимир Жириновский. Сигма, Сигма, 100%. То есть Сигма. А есть какой-то тест, типа, нам показывают людей, а мы такие, Сигма не Сигма, Сигма не Сигма. Мы бы, да, разложили бы. Сигма, самцы могут обладать такой же власть. Это вот этот Сигма-самец похож на бомжа, которого в рабочий дом забрать хотят. Мы смотрели. Билл Гейтс, Сигма или не Сигма? Ещё какой Сигма? Думаешь? Да, он же донатил. А знаешь, кто реально Амеган полнейший? Кто? Безос, блядь. Безос? Почему? Из Амазона. Ну, Амеган чисто, блядь. Я посмотрю на него и думаю, блядь, деньги у тебя есть, но лох-лох. Моё мнение. Ему лет 70 тоже, я не знаю. Так и чё? Амеган он и в 70 Амеган. Амеган 100 проц. Конор Макгрегор. Конор Макгрегор? Да. Ну, не, он Альфа, Альфа, конечно, Альфа. Ну, не Сигма, не Сигма. Альфы при этом не стремясь господствовать над кем-либо. Сигма-самцы не заботятся о титулах и положении. Вместо этого они часто в одиночку. Да, Ахиллес, кстати говоря, он бог. Кстати, да, некорректный пример. Он вообще, типа, это божество. Вы думали на этом всё? Нет, не всё. Если у вас есть Стим, я вас очень сильно прошу перейти по ссылке в описании и добавить мою игру в желаемое. Если у вас сейчас нет компьютера под рукой, вы можете зайти в Стим с телефона, найти мою игру и добавить её в желаемое. Спасибо. Благодаря этому мышлению, Сигма-мужчины становятся такими Омеган. Омеган. Ну, не Омеган. Ну, и не Альфа точно, блядь, и не Сигма. Такое. Бета, бета, бета. С тобой. Вот возник Омеган. Да, но умный. Ну, и чё? Омеган это не тупые. Уверенными и уважаемыми лидерами. Номер 6. Вы когда-нибудь отказывались от руководящей должности? Из Сигм получаются отличные лидеры, но им не всегда нравится занимать руководящую должность. Наконец-то. Наконец-то нормальный тренд. Но он почему-то на Джима метит. Вот там Дуайт был, на него на грузы. Тремятся добиваться успеха самостоятельно. Не находят так же особого смысла в зарплате и авторитете. А я больше не хочу оставаться их лидером. Ясно. Почему? Мне лучше снаружи. Всегда было лучше. В наше время многие Сигмы думают, что смогут сделать больше сами по себе. И зачастую... Прикол, а чё, по Дев Стрэнзинг сериал с ним? Рухлый? Они оказываются правы. Да, поначалу они могут зарабатывать меньше. Может быть, меньше стабильности в работе. Я в США заехал не для того, чтобы спину, блять, ломать. Но есть возможность реализовать свой потенциал в полной мере, так как для Сигмы это первоначальная задача... Крутой план был. В полной мере. Вот маленький, это вот начало наше. Да, это вот когда ты вкладываешь в мой бизнес деньги и смотри, как оно... Вот так, Войс. Я тебе... Сколько тут? Раз в 17 больше верну. Закладываем хаты, мужики. У Саныча есть бизнес-план. Три хаты заложен, ебать, мы поднимемся. Первоначальная задача. Будут деньги. Будет сила. Короче, мы заложим трехат и купим попытки. Хорошая идея. Будем продавать. А будет сила. Есть еще человек. Будут женщины. Для этого надо шевелиться. Образ жизни Сигмы. Никто не живет так, как Сигма-самец. Они весьма разборчивы в своем образе жизни. Ни их распорядок дня, ни их образ жизни, ни привычки никто не сможет изменить. Сигма-самцы делают то, что хотят и когда хотят. А когда ты вернешься? Ну, это когда захочется. Все зависит от того, сколько я выпью. Любой, кто попытается навязать Сигма-самцу ожидания... Прикол. Фильм про то, как девушка потеряла сознание, и он ее в заложники взял. Это вот этот фильм? Ну, как в заложники. Он ей сказал, что она его жена. А, ну, типа, потерял память еще. Да, он работал у нее на яхте, она к нему предвзято относилась. Ну, типа, так, не, фу, черт. Упала с яхты, ударилась башкой, все забыла. Он говорит, я твой муж, поехали. И вот они жили в ебаных условиях. Смешной фильм достаточно. Ситуация страшная. Как много правил вообще для того, чтобы быть Сигмой. Да. Тяжело. Ну, если ты Сигма, ты так просто живешь, брат. Потом купим тебе корм. Сигма. Тихо, блядь, Джон Уик, он вообще омиган. Из-за собаки что-то начал делать, что-то вообще двигаться как-то. А до этого просто ничего не делал? Ничего не делал. Только у него собаку, потому что убили. А кем он работал? Он бизнесмен был. Семейный бизнесмен. Этим модератором в дискорде сидел. Не угождают окружающим людям. Давай не будем следовать неизменным инстинктам. И уладим все, как цивилизованные люди. Будем жить дальше. Они не изменяют свой образ жизни, чтобы другие чувствовали себя лучше. Всегда остаются верны себе. И это одно из их самых сильных качеств. Номер 8. Большинство альфа-самцов экстраверты. То есть он сказал, что они не умеют договариваться? Да. Пользуют свои социальные способности, чтобы получить контроль над окружающим миром. Но сигма-самцы редко бывают экстравертами. Вместо этого они независимые и одинокие интроверты. Сигмы обладают уверенностью и самозащитой альфы. Они не любят быть в центре внимания. Редко разговаривают с незнакомцами. И проводят большую часть своего времени в одиночестве. Идут все нахуй. Никто мне не нужен. Если альфа-самца можно характеризовать как доминирующий экстраверт, то сигма будет доминирующий интроверт. Сигмам нужно много личного пространства. Да тут, бля, так много нахуй. От горы до горы, чтобы было. И все это его личное пространство будет. Как кот ебать ходит по квартире сыт по углам. Все, ебать. Кот это сигма. Кот реально сигма. Но кот глупенький. Он же маленький и глупый. Был бы он в ней, все, все сигмачество пропалось бы. Он сразу бы понял, как с тобой договориться, чтобы ты ему больше риски создавал. В рассказе о сигме, да, написано путешествовать. Это не первая, кстати, ошибка. Не первая, да. Я забыл обратить внимание. Несколько раз. Я когда первый раз увидел, я подумал, да не. Показалось. А потому что автору похуй он сигнал, бля. Мне кажется, автор просто, у него проблемы какие-то. Как так можно? Ты даже специально так не напишешь. Тебя исправят. Любое предложение. То есть он написал и такой. Нет, в смысле нет. Может, типа, тут имеют в виду, то есть, путешествовать. Шествовать пути. Вы понимаешь? Бля, путешествовать. Путешествовать, исследовать. Им нужно... Как? Как ты это сделал? Сниматься своими делами. Путешествовать, исследовать. Сигму виду. Бля, чел писать не умеет. Про Сигму рассказывает. Про каких-то ученых, блядь, психологов. Охуеть. Все, последний раз напоминаю, но только за этот ролик. В будущих роликах до хера будет интеграции, поэтому пожалуйста, переходите по ссылочке в описании и добавляйте мою игру в желаемое. Если у вас нет компьютера под рукой, добавляйте ее с телефона. Это игра, симулятор фермы, симулятор магазина. Буду очень признателен. Им нужно удовлетворять свое внутреннее стремление учиться и достигать. Если вы сигма-мужчина, вы можете вносить радикальные изменения в свою жизнь. Можете быть настолько поглощены своими страстями, что забудете об остальном мире. Ваши друзья и семья могут сомневаться в ваших решениях. Ты что это делаешь? Пока без ошибок. Пока, да. Слышишь их? Вот где мое место. Мне пора. Да? Рестлер, ты не смотрел Рестлера с Микки Рурком? Я начинал, ну, дропнул, не помню, отвлекся просто и потом не досмотрел. Дай второй шанс этому фильму. Это 100%. Фильм 3, ну, второй шанс ему дать можно. Брэнди! Брэнди! Ну, в вашем стремлении к инновации одна из самых сильных сторон личности. Поэтому занимайтесь только... Все, а почему он его показал? Он, ну, делает явно что-то, что ему нельзя делать ради любви толпы. Это точно не миссия. Ну, нет, там все-таки он это ради любви к ремеслу своему. Просто Рестлер тесно связан на любви к толпе. Вам нужно и не позволяйте никому вставать на своем пути. Номер десять. Выводы. Сигма-самец является самым редким из всех типажей мужчин. По своей природе не вписывается в установленные обществом рамки. Сигмы существуют в необычных категориях и ожиданиях. Они идут по выбранному пути, потому что не способны поступить как-то иначе. И если это звучит похоже, то вы можете вписаться в эту редчайшую категорию, вы можете быть Сигмой. Вообще автор… Мы посмотрим что-нибудь еще. Он обязательно сделал этот ролик своими ошибками. Я прям кайфанул. Да, выводы. Ну, если вдруг вы решите стать Сигмой… Или если вы уже Сигма… Да. Нет, тут скорее про людей, которые стремятся быть Сигмой. Значит, забейте хуй на всех героев, которые показал автор видео, реальные ваши жизненные ориентиры. Герман. Герман Львович. Жириновский. Пирельман. Пирельман. Если хотите воображаемого персонажа Дуайт из сериала Офис. Ну, все под Сигмой. Да. Понимаешь, по сути же, почему люди, как бы, хотят стать Сигмами. Ну, школьники всякие, да, и прочее. Цель все равно тёлки. Грубо сказано, но извините, так и есть. Я не то, что там вот женщины все тёлки, но вот суть в этом, да. Суть в том, чтобы ты все равно имел привлекательность у женского пола, чтобы у тебя было много денег, чтобы ты жил богато-роскошно, чтобы ты жил в каких-то дорогих одеждах. Да, в любом случае, это, знаешь, как вот тема с дневником. Все, кто пишут дневник, имеют тайное желание, чтобы его когда-нибудь все-таки прочитали. Чтобы когда-нибудь эти мысли были кем-то прочитаны. Все имеют это тайное потаённое желание. И не просто прочитанное, но ещё и вот так были прочитаны. Или там типа, он был таким человеком всё это время, очень глубоким. Таким глубоким. Я бы никогда этого не замечал, надо было ему дать. Это вот, да, такого человека игнорировал. И вот то же самое, да, как бы всё равно стремление к этому. А для того, чтобы это всё получить, не обязательно быть ебанутым социопатом. Да. Ну то есть типа, ебанутый социопат, он и так таким будет, понимаете? То есть ему не нужно стремиться к этому. Вот он просто такой есть человек. Вот я одного только человека знаю из всего в жизни. описание, которое мы сегодня увидели в этом ролике. Того? Того. Вот. И ничем хорошим как бы в жизни у него это не привело к тому, что в жизни у него что-то было хорошо, наоборот всё плохо. Вот. Да, на этом всё. Пишите комментарии, что вы думаете. Может быть вы Сигма? Да, но Сигму пишите в комментариях. Расскажите о вашей Сигме жизни. И как вам Сигма, кстати? Роллер, столлер блять или как там это? Моя Сигма жизнь. Прямо ролик. Роллер, столлер Балтаня. Сигмы подweder об plata по к Aquaman Teufик, Прямо завтра с гораздо difer 30 секkre triangiert heating. Не знаю. Олег по нём. В trans piecesですね. Дор discover береги. Воtraver Трушка.